так олеся здравствуйте я очень рад добрый вечер да вот значит я вас пригласил для того чтобы мы с вами спроектировали вместо существующей на сегодня школьной ну я так скажу в кавычках программы что-нибудь свое вот собственно я так это обозначил ну и хотел бы вам перекинуть эстафетную палочку как вы понимаете задачу нашей встречи я понимаю как свободу в образовании и в обучении которую необходимо все таки так или иначе вставить какие-то рамки и придумать какие-то правила вот ну я бы это еще чуть-чуть расширил я бы сказал что я бы хотел наш разговор построить вот в таких фантастических условиях что мы с вами забываем что там сейчас школе изучают и как они это делают тоже забываем да и говорим у нас есть дети которые пришли в первый класс к одиннадцатому классу там но меня классы не интересует не интересует возраст вот пришли дети шестилетнего возраста через одиннадцать лет им будет 17 лет и мы концу этого хотим что-то получить каком-то виде да если мы про это ничего не говорим чем мы хотим получить то мы не можем ничего и сделать внутри этого процесса правда ну потому что не будет виден результат и непонятную цель ну примерно так но я бы совсем я такой вот стараюсь как-то вести все это обсуждение на каком-то практическом приземленном таком плане да то есть чего мне бы хотелось от этих детей в конце ими чтобы они могли свое здоровье поддерживать правильно и вы тоже можете свои хотелки говорить про да да как физическое так и эмоциональное психическое и и любое другое ну какое-то такое комплексное такое да я бы его назвал многомерное здоровье да хорошо вот здоровье еще эмоциональный интеллект конечно но это все в ту же кучу ладно там плюс-минус большой очень есть фундаментальные знания которые развивают логику и мышление ну а логика и мышление может быть на чем-то основана она должна быть на чем-то основана и это дают только фундаментальные знания каких-то наук и мироупростики сейчас упрощу нашу вот этот кусок разговора я же сказал нам нужно какие-то результаты получить в человеке правда да как их получать через такие фундаментальные знания это мы в следующем куске разговора да сейчас мы просто назовем чего мы хотим на в конце получит и так логика нет логика знания логика и мышление записали все еще на руки какие по что чтобы который чтобы чтобы много и шить и коммуницировать но я вот я попробую ну как бы опять приземлить я говорю понимаете какая штука когда он вот вот ему исполнится 18 лет ну многие родители говорят вот я тебя до 18 лет кормлю а потом иди как хочешь и к этому готовься у тебя еще впереди вон сколько времени да а потом сам вот ну я не настаиваю на том чтоб так было нет я просто как модель за да и мы же понимаем что потом он может жениться значит ему надо как-то уметь выбирать жену или там мужа до для девочки да то есть партнера на долгое время дальше потом у них появятся дети и нужно иметь соответствующие знания и навыки да и какие-то привычки еще чего чтобы с этим всем обращаться но хорошо будет в таком плане можно дальше рассматривать а ему еще надо зарабатывать деньги правда хотелось бы и хотелось бы чтобы вот для этого мы пока вот так интегрально обозначим у него было это это и вот это пока не будем уточнять то есть для зарабатывания денег тоже нужен комплекс чего вот этот комплекс я вот так целиком обозначаю говорю вот там такие 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 да а среди этих очень важно это и для социума важно кроме семьи и кроме собственных детей у него еще есть какой-то круг знакомых на работе у него есть сотрудники коллеги коллеги всякие ну и дальше широкий социум да вот вот с этим надо совсем уметь обращаться и как-то надо это коммуникации ну там вот одно из них коммуникации да и вот этот эмоциональный интеллект что то что вы говорили да ну вот что еще у нас есть еще у нас есть человек который живет в культуре правда вот и такой огромный пласт то есть у этой культуры есть прошлое вот и соответственно есть настоящий какое-то там непонятное будущее то есть он живет не в этом вот моменте а эта культура она там откуда-то идет и куда-то движется и ему надо в этой культуре ну хотя бы для себя как как комфортно чувствовать правда если уж нечего знать ее для того чтобы комфортно в ней себя чувствовать потому что без знания опять мы попадаем в ситуацию в которой не знаем как быть и что делать и какие правила здесь есть ну тогда ну да вот например в историческом плане в культурном плане даже в плане географии наконец да и в плане веры например в том числе до вероисповедания данные в географической точке вот ну и соответственно еще из природа и с ней тоже надо как-то обходиться и так чтобы это было позитивно да для всех да для всех и для него самого этого человека и для окружающих вот ну что еще еще конечно есть такой пласт как безопасность правда отдельный одно дело если мы в каком-то идеальном пространстве живем где никакой опасности нас ниоткуда не нападает это вот мы уже перечислили там вот это все будет хорошо но если мы живем в мире где есть опасности то есть могут случиться войны могут случиться эпидемии могут случиться переселение народов там еще много чего может случиться а вирусы могут прийти на компьютер бандиты на улице да и онлайн и просто на улице вот значит соответственно нужно иметь какие-то свои личные качества чтобы ну знаете мне очень понравилось меня друг мой научил он спросил меня ты знаешь разницу между мудрым и умным не слышали такое нет а вот я вам подарю значит умные он когда попадает в трудную ситуацию он включает свои мозги из нее выпутывается ну с какими-то минимальными потерями а мудрый человек вот в такие ситуации просто никогда не попадает и в этом разница понимаете да мудрость она важна да и она конечно строится на опыте вот ну там вот теперь смотрите вот мы конечный пункт мы обозначили да теперь мы в самом начале договорились что мы себе развязали руки развязали свою фантазию сказали а гаряна ярким пламенем современная школа мы на нее внимание не обращаем мы будем делать свое отдельно при том что я далек от мысли что это будет какая-то теория вот я вижу видел там макар бегал да 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 полного восторга вот ну и мы все тоже в полном восторге да вот идем к началу да то есть вот пришел шестилетний ребенок мы пока опустим там что делать с рождения там и так далее да 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 большая мы условно будем считать с 6 до 17 до 18 лет и вот этот период у нас есть какой-то учебно-воспитательный еще какой-то там процесс да и мы этот процесс сейчас будем рассматривать вот на входе нас пришел пришло несколько детей я бы задал такую рамку что мы с создаем некоторую новую школу причем создаем ее совершенно реально на каком-то местности вот тут вот приходят реальные дети не какой-то не онлайн там ничего а прямо так и чтобы нам легче было рассуждать чтобы ну какое-то ограничение что если вообще говорить то тут можно много нафантазировать правильно в россии а вы знаете я бы для меня в россии это русскоязычное пространство вот мы тут недавно с коллегами в одном месте обсуждали это у нас как национальный проект или чего да я говорю нас русскоязычный и сразу вопросы про национальность снимаются правда да конечно но когда вы говорите что есть физическое место то тогда у меня возникает вопрос потому что это все влияет и в том числе на то как это будет конечно вот ну вот пока так вот очень приблизительно обозначили хорошо и вот пришло к нам ну допустим 10 или 15 или 20 детей и мы их условно будем называть первоклассниками классом у нас не будет это понятно сразу я просто сейчас обрисую как в организационном плане я мыслю себе этот процесс как в обычной школе 1 сентября приняли 30 первоклассников и поехали правильно и всех под одну гребенку с одинаковой скоростью до четвертого до до начала пятого класса их всех тащит вот прям как как будто строй марширует правильно у нас будет не так мы делаем еще просто в октябре к нам приходит еще одна мама и говорит а вот тут у меня тоже подрос но в сентябре ему еще было рано меня не взяли в школу вот возьмите его пожалуйста мы говорим без проблем давайте его суда то есть мы устраиваем скользящий прием в первый класс первый в кавычках на да вот в эту группу на да а ну я поскольку технолог по парному обучению да я говорю ну и мы там устраиваем такой учебный процесс когда дети и взрослые учат друг друга меня да вот на мой взгляд в этой группе взрослых нужно человека 23 причем не постоянно 23 какой-то момент времени может быть один для чего-то да потом какой-то еще приходит кто-то уходит да вот так такие такие такое сменное какое-то вахтовое такое мероприятие для взрослых а для детей не вахтовая они пришли там и там варятся сколько-нибудь шесть семь восемь часов они там абсолютно не устают они могут и 10 потому что это у них пространство жизни вот но мы пока не будем говорить сколько часов пока бог с ним и вот они там друг дружку учат а в октябре приходит новичок поскольку они уже довольно таки неплохо обладели вот этим взаимным обучением за два месяца да они легко его включат дети сами включат без нашего взрослого участия они скажут вот иди к этой маша она прям любит с такими волицы и сейчас она тебя так полюбит что мало не покажет и это восьмилетняя или семилетняя маша там все сделать как надо а взрослые только приглядывают за этим процессом вот и вот у нас идет парное взаимное такое и в том числе и самих взрослых они демонстрируют мы с вами если мы находимся в этой группе мы не просто показываем ради показухи что я тоже чего-то учусь я на самом деле учусь играть на гитаре я на самом деле осваиваю какой-то еще один иностранный язык да или улучшаю и тогда может быть математику изучаем а может и математику в зависимости от моих там планов и чего я хочу достичь да и дети делают это же то есть они с нас это копируют вот на поведение дети ничего не понимают они только копировать могут ну вот вальдорф на этом строится не вальдорф не на этом я ну давайте немножко представимся давайте чтобы наши зрители и ну и мы с вами тоже познакомились зрители будут с нами знакомиться мы друг с другом хорошо вот я начну с вальдорфа поскольку я девяносто пятого года живу в германии то где-то в девяносто седьмом году уже моему младшему нашему младшему было два года и он еще не ходил садик а дочка моей жены она постарше на два года она уже ходила в обычный государственный садик это было в гдр и там было вот все как в россии вот это с 8 до 17 этот садик и все как в советском союзе вот и когда я на заборе увидел маленькую такую картонку вот такой величины и на ней написано вальдорфский детский сад вот и там адрес был написан я сказал о туда нам надо мы иру забираем из этого государственного знаете почему я так сказал потому что я до отъезда я уже в россии прекрасно еще в девяностом году вальдорфская школа уже тогда потому что я создал домашний колледж в городе ябнинске калужская область и туда пришли дети и там они учились и это был просто кооператив а в девяностом году можно было все что угодно никаких запретов правил и инструкции тогда не было вот да и к нам приезжали люди из вальдорфской школы здания из англии и всяких немецких стран и понимаете да и они нам говорили что только в вашей школе а мы были говорят москве мы были в ленинграде были ну питер уже был да вот мы были в екатеринбурге там тоже они себя называют вальдорфскими школами но у них ничего вальдорфского нет вот только у вас мы увидели что-то похожее и с тех пор я знаю что такое вальдорфская школа и когда я узнал увидел на заборе в этом швирине на севере германии вот эту табличку я сказал вот туда мы забираем срочно детей ирина пошла сразу в садик а эдвин потом через полгодика чуть подрос он в семью которая в этот садик водила детей он пошел в саму семью потому что садик еще было мало рано он маленький полтора года ему было а в семье был такой же мальчик полуторалетий немецкий мальчик им платили деньги как будто они воспитатели государства платил представляете да и это было в соседнем дворе с садика а потом он чуть подрос он уже перешел в садик а потом мы переехали в другой город там ира сначала пошла в школу вальдорфскую в геттингене да а потом и эдвин пошел и они так вот и учились поэтому я про вальдорфскую школу знаю ну вот сюда я там с родителями все вот это вот ну вот варился много лет семинары всякие штайнер этот и все прочее вот теперь ваша очередь что-нибудь о себе расскажите с вальдорфом я связана потому что видимо знаю о нем совсем немного по сравнению с вами макар мой сын которому сейчас 10 лет ходил в вальдорфский сад в москве и и я считаю что это было одно из счастливейших времен его детства это волшебство и сказка который нам не хватает повседневной жизни такой стремительный а там конечно такое очень сильное приземление и возврат к чувствам и к мечтам и к фантазиям и к рукоделию и просто к времяпрепровождению в компании либо своего ребенка либо детей и семей которые с тобой на одной волне да 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 штайнер конечно великолепно вот ну вот ну а еще что-нибудь про себя расскажите ваши интересы там чем вы занимаетесь я занимаюсь более 15 лет маркетингом и в этом году создала школу маркетинга и креативных коммуникаций для детей и подростков она только-только начала работать это мой авторский курс который про жизнь и про инструменты маркетинга которые помогают детям в том числе учиться в школе или не учиться в школе и ну то есть это некие навыки в том числе коммуникации которые просто помогают жить и неважно кем он станет этот ребенок предпринимателем или маркетологом я не о профессии для детей но конечно о каком-то погружении в профессию для подростков это только-только начинается потому что это большое дело который которому я очень серьезно подхожу вообще занималась всегда маркетингом девяносимом году я пошла в техникум учиться просто сбежав из школы из девятого класса куда-нибудь и понятия не имела что это такое никто из моих друзей об этом не знали мне встретился тот педагог который усилил в меня эту любовь к маркетингу и после этого я закончила еще два образования в том числе и нб и высшей школе экономики и всегда считаю себя маркетологом несмотря на то что работаю конечно уже в большей степени в управляющих должностях тем не менее конечно же я я маркетолог и когда в восемь лет было моему сыну и я поняла что он иначе чем другие дети мыслит а вот этом мироустройстве и постоянном движении вокруг него что он где-то может смеяться где-то понять почему это так и это такое чтение между строк я захотела научить этому всех детей потому что меня окружают конечно же дети очень необычные и очень творческие они создают какие-то ярмарки на благотворительность собирают деньги помогают друг другу дают деньги потому что друг потому что там тебе больше надо и этот круговорот он конечно же вдохновляет и и поэтому да и поэтому я решила что нужно чтобы все дети узнали о том что маркетинг можно использовать сейчас сейчас мы в москве макаром много путешествуем недавно приехали из крыма в котором были почти четыре месяца поэтому все происходит в онлайне но я к этому могу добавить что я занялся проф сначала профориентации когда мои дети от первой моей жены очень уже давно сейчас им уже 50 лет то есть это было очень давно я занялся профориентации для своих детей стал интересоваться читать ходить встречаться и конечно все это случается тогда когда появляются собственные дети и хочется реализовать что-то лучше ну и там я ездил со школы интерната организовал экскурсии в питере и две группы по неделе там были я там был две недели предоставлен сам себе потому что я организовал дело так я так люблю обычно делать чтобы процесс шел без меня поэтому они там были все организованы правильно а я болтался по питеру в поисках вот людей которые занимаются профсамоопределением профориентации тогда это было по моему восемьдесят наверное 7 8 год вот с тех пор я профессионально занимаюсь профсамоопределение я понял что профориентация во всех видах которые везде есть это полный обман вот и просто отбивание денег я буду очень благодарна если вы мне сможете об этом рассказать подробнее потому что мне конечно это очень интересно да ну вот я просто сейчас для знакомства только упоминал я создал свой подход к этому он очень созвучен к тому что вы сказали вот вы сказали такие слова там вот взаимодействие с этими окружающими там дарение денег там все это вот и неважно кто он потом будет по профессии и так далее вот я вот это меня всколыхнуло и я решил вам вот это рассказать значит у меня такой же подход он очень практический я уже давно давно этим занимаюсь вот и у меня уже ряд детей которые я за деньги вел как по профсамоопределению если на записи и так далее мы туда когда-нибудь вернемся и от чего ну ладно какой возраст этих детей скажу значит самый маленький был 6 6 класс самые взрослые это значит она у меня в одиннадцатом было да уже 10 потом одиннадцатый вот вы строили некую сначала образовательную траекторию а потом уже про профессию да говорили не 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 я у меня все по-другому вообще все не так я бы не хотел туда сваливаться а то мне хорошо азарка знаете вот я надо с его вчера давайте она отдельную какую-то тему да это классно что вот такие темы возникает пусть они лежат вот и значит что возвращаемся к процессу и так мы обозначили что мы хотим вот такие 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 навыки и умения и знания свойства но можно свойства в целом интегральность человека чтобы он вот такой был теперь надо например какие-то обозначить процессы как что за процессы и как примерно их делать потому что если мы говорим что человек хочет чтобы он умел следить за своим здоровьем и этим но обелечивало и как сказать с этим делился с окружающими умел делиться да вот увеличением своего здоровья постоянно да то нужно задать какой-то процесс который через 11 лет железно обеспечит его уже с толку не собьешь и уже не заставишь есть что попало да там дышать чем попало пить что попало понимаете да да вот не ничем никогда не это очень близко вот какой процесс вот вопрос как процесс дел наставничество направление и примера вот такие слова приходят мне на ум ну вот я здесь положу в нашу копилку простой пример я пришел к моему папе в город черкассы на пару тройку месяцев а он жил один в это время жена у него уехала к дочке там помогать ей да вот и я у него там жил у меня поваром был папа ему туда много лет уже было 80 с чем-то вот и значит это утром я вставал в 9 у меня стояла тарелка накрытая другой тарелкой а внутри тарелки было четыре кучки натертых на терке вещей первая вещь была обычная белая качанная капуста старая морковка третья свекла четвертые яблочки вот каждое утро была такая тарелка по объему это было ну так хорошая суповая тарелка вот и нужно было есть сначала капусту потом морковку мешая со свеклой а потом заедать все это яблочком протертым на достаточно мелкой терке вот а почему такая последовательность сначала такое капуста тертая она такая горьковатая такая вот то есть от такого горьковатого к более сладкому такая цепочка наслаждение наслаждение офигенная причем что вот ты встаешь накрывашку снял и все и можно кушать ничего делать не надо в обед была белковая обычная еда это кусок скумбрии соленый лук всякие помидоры там вот все это вот бульон какой-то с луком вареный там с укропчиком и так далее вот это все кусок мяса там вот яичко вареное или что-то в таком духе никакого хлеба ничего то есть это полностью раздельное питание и попытавшись вот папа мы с ним одновременно ели он по объему съедал в два раза больше чем я при том что за за когда он начал это вот такое питание он за много лет до этого начать у него был излишек небольшой излишек веса он за два года скинул где-то 14 килограмм и вот на этом остановился это тогда ему было лет 70 наверное когда вот он это первый раз начал пока вот а когда я у него было ему уже за 80 хорошо было вот да и я попытавшись так три месяца у него вот до сегодняшнего дня вот так питаясь вот пример вы сказали наставничество образец правильно я поэтому вот сказал что должен быть вот в этом коллективе какой-то человек который вот так питается и говорит ну ты там вот ешь сыр значит с бутербродом ну и вреди себе а я вот не буду с бутербродом я буду сыр отдельно вот с тем-то с тем и все да вот ну вот да хорошо ну с питанием так а еще чего какой еще процесс эти процессы они не важно на что влияют на питание на знание на навыки шью я или варю из металла какая разница если я это делаю и делаю это с интересным с горящими глазами то конечно же ко мне присоединяется тот напарник о котором вы говорили один или несколько ну да то есть смотрите ну смотрите там 15-20 детей находящихся там пять шесть семь восемь часов вот здесь они такие алчные они такие жадные они такие любопытные они такие энергичные что их вот на эти часы нагрузить это сумасшедшая трудная задача но он обязательно должно быть пространство где они сами себя будут нагружать там конечно мы этому будем ну вот ну смотрите поскольку я уже упомянула парном обучении да значит у нас есть вот приходящие какие-то внешние взрослые которые там на час на два приходят давайте сказать этими взрослыми могут быть мамы вот этих детей которые не сдают к нам их как камеру хранения или папы или папы да но очень хорошие или дедушки и бабушки да кстати и кстати им всем можно входить туда но нельзя быть наблюдателем можно было можно было участниками соответственно мы их тоже просвещаем как это в парах чего взаимодействовать у нас не только взаимодействие в парах у нас и в группах и все но базовый процесс тет-а-тет вот в тет-а-тет поработали потом объединились 3-4 человека в группе что-то там сделали проект какой-то или перетащили какой-то шкаф или что-то еще где нужно чтобы и полезно быть группой да да ну вот поэтому у нас очень богатая инфраструктура человеческая вот этих образцов мы говорим у нас процесс открыт но это реальная жизнь в абсолютно образцов да при том что мы обучаем вот этих взрослых приходящих которые там могут иметь ресурс например один час в неделю да вот но поскольку их много они все время меняют друг друга вот такой пунктирный я бы его назвал да вот ну вот это вообще-то говоря школа моей мечты но я сейчас ее немножко разверну по времени значит вперед значит вот и так вот она мы принимаем скользящим образом не пожалеем то когда привели тогда и привели и отдаем этого новичка вот в эту кучу и там они сами под нашим очень таким мягким надзором друг дружку дотягивают до вот сегодняшнего состояния в том темпе в котором ребенок может скушать на что он способен столько он и воспримет его никуда не гоним а такой вот процесс где вот все учат всех и доброжелательно друг другу взаимодействует он очень-очень интенсивный очень и он абсолютно не утомите вот ну вот вот я лично когда соколовом восемьдесят восьмом году я познакомился в питере я его сразу же пригласил к нам в обненск провести семинар по опарному обучению вот и он приехал к нам 1 января восемьдесят девятого года и девять дней я лично у него был студентом я организовал на коммерческой уже тогда основе конечно я был кооператор вот меня в городе предали полностью анафеме за то что я с учителей брал деньги наличные представляете да вот нет как с этих правильников ты посмел взять деньги ах ты подлый кооператор ах ты хапуга и так далее а я в городе был очень известный человек меня все эти гора но и все директора школ все меня знали вот поэтому там все это мгновенно вот да и я девять дней сидел за партой по восемь часов и мы работали в парах соколов этим всем так сказать рулил и за девять дней я написал огромный конспект и приобрел личный огромный опыт вот работы в парах вот я этот конспект издал на пишущей машинке отпечатал и отмножил вот тогда это было невероятно трудно потому что не на чем было размножать вот ну вдруг мне помог вот и значит вот и с тех пор и есть и пошло вот это парня понимаете так я к чему абсолютно никакой усталости нет в этом процессе вот это я хочу сказать потому что естественно да конечно каждый выбирает свой темп может выйти может куда-то пойти там покушать и проживаться и вообще на два часа уйти надо пройтись и подумать возможно да просто в уголке посидеть в другом помещении вот но я собрался развернуть это по времени и так по времени у нас количество детей растет постоянно школа наша работает ну условно говоря от зари до зари поэтому не обязательно приходить к 8 утра совсем не обязательно вот кому как удобно и соответственно коллектив все время численно разные и по составу разным потому что кто-то ушел кто-то пришел парное обучение к этому очень устойчиво и это ему пофиг единство что надо правило игры соблюдать чтобы люди это умели соблюдать и не надо было их каждый раз контролировать а это быстро научиться вот в немецкой школе где одна учительница от меня восприняла это в начальной немецкой школе дети она проучила их полгода в четвертом классе а на следующий год взяла первоклассник и сказала имея уже полгода за плечами маленький очень опыт работы в парах она сказала все с первого сентября с первого часа сажали их в пар я к ней приехал когда дети были в третьем классе три года она собирала с родителей подписи что они согласны что их снимут на видео и выставят на youtube ну в германии с этим строго я сейчас и в россии тоже строго короче она три года собирала подписи поэтому я не мог раньше приехать я приехал с видеокамерой и в третьем классе заснял потом в четвертом из этого получился документальный фильм так вот в этом классе она говорила так какую бы я им работу не дала и сказала что каждый делает сам или там вот-вот они все равно садились в пары и делали ее в пар и их танком не остановишь потому что им только понятно да вот это вот реальный совершенно опыт вот это реальная учительница она девять лет это практиковала потом вышла на пенсию вот поэтому никакой усталости там нету и дети перемалывают в новичков очень легко они их обращают в эту веру мгновенно смотрите к третьему году такой работы у нас будет группа уже под сотню а представьте себе очная группа в каком-то помещении 100 человек соответственно никакая обычная школа для этого не годится я имею ввиду архитектуру вот соответственно нам в эту школу нужно заранее прежде чем мы ее создадим архитектор который сделает проект и мы построим нужное нам помещение понимаете я думаю что это должна быть группа людей которые впоследствии будут в этом пространстве работать для того чтобы учесть все их пожелания не совсем так я думаю что например вот такой человек как я еще несколько кто в этом понимает они дадут инструкции архитектору но он тоже вживется в это все естественно не просто так ну да 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 вот и он вполне может сделать очень приемлемый проект вот и вот у нас есть какие-то помещения в которых 100 человек помещается вставал еще такой вопрос у нас давно он вставал а когда надо группы делить на части какой критерий для этого вот критерий для этого такой мне один подсказал человек он говорит когда будет такая ситуация что уже не все всех по имени знают это вот сигнал что надо делить мы деления какие то есть смотрите некоторые дети они уже через два года будут в шестом седьмом восьмом классе по материалу понимаете по своим по своей я это называю скорость просто разная скорость не таланты не способность это все фигня скорость у них разная скорость эти уже далеко убежали вот эти которые далеко куда-то там убежали в том в другом в третьем и по возрасту они немножко повзрослее чуть-чуть да стали там вот в этих мы выделяем в меньшую группу и в нее тоже можно принимать посторонних людей не только из младшей группы понимаете да да я думаю что все вот это вот пространство от шести лет до восемнадцати оно будет делиться где-то и это не мои выдумки это действительно есть же школы где вообще учатся без уроков в сегодняшнем дне есть такие школы где нет уроков нет классов нет звонков и нет вот этого одновозрастности там разновозрастность вот школа примерно в сто человек она делится где-то на три такие группы они тоже динамичные у них нет четких вот так количественных этих границ там переход из одной группы в другую открыт вот но в принципе вот как то так примерно три вот ну вот такие у нас по времени и по пространству вот так по количеству у нас все такие рамки теперь я все таки бы чуть-чуть вернулся к процессам потому что мы уж очень много чего заказали правда мы хотим вот это это и вот это да вот процессы мы как-то не проговорили да мы их каждый из нас вы и я мы их как-то имеем в виду там можем что-то предлагать вот но я бы пожалуй сегодняшний разговор на этом бы закончил какой-то итог бы мы подвели и но отложили бы остальное до следующего ра да это очень интересно об этом подумать да тем более что вот мы сейчас задали некоторые такие краевые условия в каких пределах и о чем думать и есть над чем подумать да есть есть вот ну вот что еще ну наверное все будем прощаться да спасибо большое было очень интересно и увлекательно благодарю вас я тоже много обещающе я скажу да до свидания спасибо большое всего доброго до свидания 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 Продолжение следует...